Фестина Ленте, торопись не спеша. Это древнее правило было главным в жизни римского императора Гая Цезаря Октавиана Августа. Именно способность принимать взвешенные и продуманные решения позволила приемному сыну Юлия Цезаря сконцентрировать в своих руках власть над огромной средиземноморской державой. Почтенные сенаторы, я хотел бы уделить пару минут не тому, чтобы прославить себя, но чтобы почтить моего отца. Будущий император родился в обеспеченной семье, но род его отца Октавия не был знатным. А вот мать Атия была родственницей самого Юлия Цезаря. И Цезарь, который не имел прямых наследников, решил сделать им своего внучатого племянника. Когда Гаю Октавию исполнилось 18, Цезарь вначале взял его с собой на войну в Испанию, а потом начал подводить юношу к государственным делам. Казалось, Гая Октавия ждет большая политическая карьера, однако его покровитель был убит заговорщиками. Согласно завещанию Цезаря, Гай Октавий становился его наследником при условии, если официально примет усыновление. Сам Октавий в это время находился в Македонии, готовил армию по ходу против парфян. Но после известия о смерти Цезаря, решил вернуться в Рим. В его распоряжении были 6 легионов опытных солдат и офицеров. Очень мощная по тем временам группировка. Солдаты и офицеры этой армии, они были в бешенстве. Они, вообще говоря, предложили Октавиану, этому мальчишке, возглавить их и отправиться в Италию, и отомстить за убийство Цезаря. У него, казалось, был прямой путь вообще к власти. Возглавить легионы, захватить Рим, ну и, я не знаю, установить там свою диктатуру. Пока Антони тащится с остатками войск на холодный север, я подумал, мы могли бы отправиться на юг, в Рим. Что скажете? Не пора ли попросить сенатора сплатиться? Однако в Рим Октавиан поехал без войска. Он решил действовать по-другому. Он приехал в Рим, значит, и пришел, переночевал у матери с отчимом, а наутро пришел на форум и подал заявление, документы на усыновление. Понимаете, что он сделал? Странный, казалось бы, поступок. Тут и войска, тут и поддержка. А он поступил вот так. Он поступил абсолютно правильно. Вот он сделал так, чтобы завладеть главным наследством. А это были не деньги и не легионы в тот момент. И он это вдруг понял. Это было имя Цезарь. Власти Рима признали Октавия наследником Цезаря. Он взял фамилию приемного отца, а к прежней добавилось окончание Ант. С этого времени он, Гай Юлий Октавиан, начал свое восхождение к власти над Римом. Ему пришлось бороться с людьми, которые все были старше его. А это много значит. Они уже были в политике давно. Это были такие люди, как те, кто убил Цезаря. Республиканцы во главе с Брутом и Кассием. Они командовали большими армиями, принимали государственные решения, управляли провинциями. Все были опытнее, все были старше. Но он их обыграл, как вот гениальный шахматист. В качестве первого свершения в возрожденной республике, и в честь моего отца, я выдвигаю предложение объявить Брута и Кассием убийцами и врагами государства. Гай Октавиан жестоко расправился с убийцами Цезаря, уничтожил или вывел из борьбы всех прямых конкурентов в борьбе за власть, подавил мятежи в провинциях. В итоге стал главным правителем Рима, который формально все еще оставался республикой. На это ему понадобилось 15 лет. Когда он победил в гражданской войне, значит, он укрепил свою власть, рядом реформ, рядом мер, таких же политически выверенных, очень точных, и принял новое прозвище особое, Август. Это слово, ну, довольно трудно перевести. Оно, значит, означает, ну, приблизительно священный, даже, может быть, священно действующий. Как отмечали его современники, ни внешностью, ни образом жизни Октавиан старался не выделяться. Часто выходил к народу, старался быть на форумах и лично присутствовать на судебных процессах. Император Август всю жизнь носил скромную одежду, жил на самой обыкновенной вилле. Судя по всему, был очень хорошим и дальновидным политиком. Вот он делает какой-то политический ход, какой-то выбор, и кажется, что он совершает ошибку, этот человек. В общем-то, мальчишка. А через несколько, так сказать, других политических событий, там, и ходов, вдруг оказывается, и выясняется, и видишь, что это был единственно правильный шаг. По мнению историков, именно Октавиан был первым императором Римской империи. При нем государство, сохраняя атрибуты республики, превратилось, по сути, в монархию. Можно по-разному к этому относиться, но именно в империи Августа был заложен фундамент большинства государств Европы. Тысячи лет прошли, да, вот Октавиан жил там две тысячи лет тому назад, там, это понятно. Но она никуда не делась, эта Римская империя и римская культура. Без нее, в общем-то, понимаете, шагу ступить нельзя. Например, календарь, по которому мы живем, он же римский, и, между прочим, этот календарь принял как раз Юлий Цезарь. Вот, и это тот самый юлианский календарь, этот самый старый стиль. А Октавиан, он распространил этот календарь, например, на всю Римскую империю, на все Средиземноморье. А еще Октавиан был покровителем искусств и ремесел. При нем Рим из каменного превратился в мраморный, именно такой, какой есть сейчас. При Октавиане на территории империи появились десятки новых городов. В его время творили Вергилий, Гораций, Авидий, Проперций. Он расширил империю, оставил мудрые законы, но главное, принес Риму долгожданный мир и процветание. В честь него даже переименовали последний месяц лета, чтобы спустя и сотни лет люди помнили о золотом веке правления Цезаря Гая Юлия Октавиана Августа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова